Друзья мои, всем привет! Зима вступает в свои права, декабрь на дворе, ну а мои колонхоя и махровая форма его колондио уже вовсю пытаются готовиться к цветению. В прошлом году я снимала ролик о пышном цветении их, вызвал он много откликов, различных комментариев, вопросов, просмотров. Ну и я обещала, что покажу все этапы развития моих растений, которые они проходят с момента окончания цветения до нового этапа. Но, к сожалению, летом и осенью мне не удалось снять ролики об этом. В целом, сейчас в двух словах на примере вот этих вот горшков я вам объясню, что же я делала. Одним из основных таких факторов, которые влияют на пышное цветение колонхоя, как я уже говорила, это ежегодная рассадка осенью молодых растений в новый грунт. То есть все вот эти вот горшки, они у меня стояли все лето на крыльце, скажем так, с северной стороны в очень спартанских условиях. То есть, ну, когда вспоминала про них, поливала, когда не вспоминала, они там довольствовались влагой небесной. Сейчас они, как видите, стоят в поддонах, куда я и заливаю воду в качестве полива. То есть по пол-литра где-то воды уходит в этот вот поддон на шесть больших горшков. И уже корнями они туда всасывают. Летом, естественно, они находились без поддонов, только в таких сетчатых ящиках, потому что иначе, если бы шли большие длительные дожди, вода бы собиралась в эти поддоны и, соответственно, земля бы перемокала и растение бы угнеталось. На это тоже надо обратить внимание, когда вы выставляете горшки на улице, чтобы там не было, если идут какие-то длительные дожди, чтобы в поддонах не застаивалась вода. Так вот, все лето они у меня отмучились. В прямом смысле слова, без всякого ухода. К осени это были достаточно вытянувшиеся растения. Сейчас вот мы здесь, конечно, их не увидим. Ствол внизу оголялся, то есть получалась снизу такая вот голая как бы цыбла и увенчанная вверху розеткой из листьев. И вот осенью я брала горшки с новой земляной смесью, добавляла туда немного осмокот. Мне очень нравится это удобрение долгоиграющее. Просто нарезала побеги, то есть вот каждый побег отрезался. Нижняя часть его помещалась в этот грунт и все вот эти побеги я, скажем так, всовывала в эти горшки очень-очень плотно. Сейчас вот я вам подниму один горшок, вот посмотрите. Здесь вот буквально, ну все битком забито, то есть максимально сколько можно было, я туда и запихнула. И как вы видите сейчас, практически вот все-все розеточки, они увенчаны именно цветочными почками. То есть вот буквально через неделю-полторы уже начнется цветение. Где-то раньше, где-то позже. Тут вот уже полностью сформированные, как вы видите, цветочные почки. И здесь вот буквально только-только они еще начинают, хотя все они в одинаковых условиях росли и развивались. То есть очень многое зависит от сорта. Никаких обработок там корнестимуляторами, дополнительными там проливкой их какими-нибудь веществами не проводилось. Просто, как я уже говорила, не саженец, черенок обрезался, вставлялся просто в землю, поливался и ставилось на окно. Второй немаловажный фактор, на котором я заостряла внимание в прошлом видео, это то, что вот уже начиная с осени, после пересадки, растения выставляются на самое яркое, самое освещенное окно. Здесь это южная сторона, и вот здесь вот они стоят у меня уже с сентября месяца. И если вы присмотритесь, вот здесь, сколько у меня, 12 горшков, это не все еще. Вот тут вот у меня стоят другие сорта. То вот фактически каждая розетка, куда бы мы ни глянули, в большей или меньшей степени развития, она уже увенчана цветочным побегом. То есть все вот эти вот мои телодвижения, они, в общем-то, приводят к хорошему эффекту. Еще хотела бы остановиться на таком моменте, как поворачивание растений. То есть, естественно, зимой и осенью света маловато, хоть они и находятся на южном окне. Растения вот пытаются как бы повернуться, вытянуться в сторону света. И я периодически полностью просто поворачиваю на 180 градусов весь поддон со всеми растениями. Бытует мнение, что растения, которые уже собираются цвести, то есть с зачатками там бутонов или уже цветущие, ни в коем случае нельзя там не то что поворачивать, а даже с места сдвинуть, передвинуть, чтобы там под ним что-то убрать. Так вот, на своем личном опыте я вам скажу, что во всяком случае с колонхо и с колондива этот трюк проходит абсолютно для них безболезненно. Особенно это интересно наблюдать, когда уже начнется пышное цветение, и вот где-то раз в одну-две недели я поворачиваю. Получается, сначала все цветы как бы уходят смотреть в окно, что же там делается. Я их поворачиваю, и они своими яркими красками уже смотрят прямо на меня и радуют вот этой вот своей красотой. Поэтому не бойтесь экспериментировать, не бойтесь приобретать данные растения, потому что в плане ухода, в плане выращивания, наверное, проще комнатных растений сложно найти. И в то же время очень-очень долго цветут. Вот у меня некоторые сорта даже еще летом, в июле, в августе доцветали, учитывая, что цветение начиналось где-то в конце, в середине, в конце декабря прошлого года. То есть по длительности цветения, по неприхотливости, по скорости размножения вот этому растению достаточно сложно найти какого-то конкурента.